Расстанься хоровод Расстанься хоровод Расстанься хоровод Расстанься хоровод Расстанься хоровод Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, наши маленькие гости. Проходите, пожалуйста. Несколько шагов делайте им назад. Ну что, хореографический номер «Летят утки», так он назывался? Все верно. У нас ансамбль «Покровские узоры» с утра пораньше в гостях. Вместе со своим руководителем Станиславом Резенко. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. О, где веселье, где задор. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Другое дело. Станислав, расскажите про свой коллектив и про своих подопечных. Ну, если начинать с самого начала, мы молодой коллектив, как бы образовались в 20-м году. Такой тяжелый год был, если помните, да, пандемия. То есть мы в феврале… Ну, результативный. Понимаете, о чем дело? Ну, это уже молодежь. Да, да, да. В 20-м году, которая – это старшая группа уже, старички. Хорошо, случилось это в 20-м году. Как было выбрано направление, в котором будете идти? Ну, ну, как бы изначально, потому что я сам всю жизнь протанцевал в Годенко, и поэтому и направление такое же. То есть топотушки не забыты. А как же. А как же. Хорошо. Мы знаем, что вы совсем недавно участвовали в международном конкурсе «Алые маки». Что это такое, где проходил и какой результат? Да, это в Кыргызстане проходил на Иссыкуле, на берегу Иссыкуля. Очень интересный конкурс, много коллективов было. И детям интересно, они увидели киргизские танцы и казахские танцы. Было три коллектива всего из России. Значит, коллектив из Кемерово гран-при взял. Но это был у нас колледж культуры, там взрослые, уже полупрофессионалы. И мы взяли первое место. Прекрасно. Ну и отдохнули, наверное, да? И отдохнули, конечно, конечно. У детей вообще была замечательная программа. Они каждый день и мастер-классы у них там были. Они и классикой занимались, и рисованием занимались. Ну, здорово там было вообще. Но сейчас у вас тренировки есть? Нет, нет, мы отдыхаем. Отдыхаете? Это вот для нового утра. Вы с утра пораньше проснулись, показали номер. И уже в сентябре приступите вновь к репетике. Нет, мы в августе начинаем. А, уже в августе? Да, мы в лагерь едем. Хватит отдыхать, правильно. Раньше начнете, раньше результата появятся. И какие у вас намечены цели на новый год? Ой, вы знаете, целей очень много. Я не хочу как бы их озвучивать, чтобы они сбылись. Ну, тогда ждем вас в следующем июле, получается. Вот у нас будет юбилей, наш маленький юбилей, пятилетие будет в апреле месяце. И вот мы очень активно будем готовиться к этому юбилею. Давайте готовьтесь. Творческих вам успехов, ребята! Спасибо! Пожалуйста, приходите к нам еще. Продолжим эфир. Продолжение следует... Продолжение следует...